Всем привет! С вами Кадры! Сегодняшним нашим гостем мы поговорим о музыке, театре, телевидении. Он успешен в каждом из этих направлений. Сегодня у нас в гостях оперный эстрадный певец, актер, солист театра «Геликон Опера», исполнитель главных ролей в мюзиклах «Красавица и чудовище», «Мама Мия», «Привидение», солист музыкальных проектов «Новые голоса» и «Вива», автор и исполнитель проекта «Нео Классик» Дмитрий Инковский. Дмитрий, у вас уже такой длинный и большой послужной список, но я думаю, что мы не все про вас перечислили, ведь вы еще были участвовали в телепередаче «Главная сцена и голос». Расскажите, как вы вообще все успеваете сделать? Наверняка у вас есть какой-нибудь секрет. По поводу голоса и главной сцены. Ну, в принципе, мне кажется, это нормальная практика любого музыканта, любого артиста участвовать в подобных конкурсах. И, собственно, поводом сейчас присутствовать здесь тоже является конкурс. Конкурс телешоу «Песня на песне». Только сейчас я нахожусь по ту сторону сцены. Я нахожусь уже как член жюри. И успевать – это часть нашей профессии. То есть у нас есть момент репетиции, у нас есть момент концертов, концертов, а также у нас есть, так сказать, постпродакшн, когда мы должны заниматься выучкой материала, участие в конкурсах, общение в социальных сетях, разработкой новых каких-то идей, контента и так далее. То есть сейчас музыкант, артист – это не просто человек, который вещает, либо исполняет что-то со сцены. Это некий продукт, который нужно уметь подать, упаковать и преподнести. Поэтому шоу, конкурсы, всевозможные фестивали – это неотъемлемая часть продвижения и жизни любого артиста и музыканта. Участием в каком проекте вы гордитесь больше всего? Хороший вопрос. Сейчас не готов сразу так вот с кондачка ответить на него, но я могу сказать, что любой проект, крупный или наоборот, только который что-то набирает, какие-то шаги, он очень важен. И главное – правильно для себя понять, какие плюсы ты можешь вынести из того или иного конкурса, фестиваля или шоу. Допустим, но вот сейчас всплывает в голове, пожалуй, один из самых таких значительных и важных в моей жизни конкурсов, в которых я участвовал. Это была компания NCA, это крупнейшая компания, которая привозит зарубежных звезд в нашу страну. Был учрежден конкурс среди разных музыкальных направлений. И на этом конкурсе два года назад я получил призовое место, как лучший кроссовер-проект, мой проект, Neoclassic, который я придумал и, собственно, являюсь в нем автором и идейным вдохновителем. Мы получили признание, и на сцене Ледового в Санкт-Петербурге получили из рук культовой группы «Ильдива» эту премию. Для меня эти исполнители и вообще эта группа являлась всегда чем-то недосягаемым к тому, к чему я стремился. И вот я стою на одной сцене, и они вручают меня, как некий Оскар, и говорят, поздравляем, вы самый лучший проект в этом направлении, в России. Пожалуй, это, наверное, самое важное для меня. Вот Neoclassic существует уже много лет, а как же он зарождался? Как пришла идея создания его? А идея моего проекта, я ее не буду раскрывать так сразу, чтобы люди зашли, посмотрели, чем я занимаюсь. Вот, там целая история, там целая легенда и целый поэтапный процесс для слушателей, чтобы с каждой новой песней, с каждой новой идеей они открывали многогранность проекта и открывали себе вообще это направление, в котором я работаю, это Classical Cross Offer. А какие песни имеют шанс стать новой классикой в вашем исполнении? Все. Это так бескромно. Даже Мурка? Да, даже Мурка. Я думаю, что все зрители и слушатели, которые приходят на мои концерты и будут приходить и приводить все новые слушатели, именно прельщает то, что какие-то знакомые, привычные композиции, которые они слышат, слышали, открываются совершенно с другой стороны и открываются совершенно другими гранями. И за счет того, что мы, это я говорю, как коллектив, как проект, да, то есть я являюсь генератором, но у меня есть очень много людей, которые помогают мне реализовать мои задумки. Если говорить про Мурку, ну, допустим, если приоткрыть даже так вот тайну того, что, допустим, всем известные белые розы, которые у всех складываются на подкорке с каким-то определенным стереотипом звучания и отношением к этому музыку, она будет звучать, как барочная ария на итальянском языке, и, пожалуй, только какой-то там со второй минуты люди начнут делать как бы выводы и понимать, что сейчас звучит. И вот за счет вот этого эффекта неожиданности, за счет вот этой интересной задумки, интересной коллаборации и происходят такие вот вещи, как нажатие кнопки Градского, когда он поворачивается и говорит, слушайте, ну это я не могу. Это высококлассный питерский прикол. Я с гордостью могу сказать, что мои слушатели – это высокообразованные интеллектуальные люди с багажом уже какого-то жизненного опыта. Они могут понять, что я вкладывал в каждое произведение, для того, чтобы понять, в чем прикол песни обработки Виктора Цоя «Перемен», соединенная с Сергеем Прокофьевым «Танец рыцарей». То есть для этого нужно знать, кто такой Сергей Прокофьев и что такое «Танец рыцарей». Для этого нужно понимать, и когда они слышат вот эту взрывную энергетику, которую вложил Прокофьев, и тот нереальный взрывной текст, который вложил Виктор Цой, они понимают, ничего себе, вот это круто, что они не разбивают, скажем, идею, а наоборот дополняют друг к другу. Когда я соединяю, предположим, тему «Ой, мороз, мороз» с лейтмотивом из «Игры престолов». То есть, ну это же нужно понимать, что лейтмотив «Игры престолов» — это зима близко, и как две темы, две композиции соединяются. То есть, для этого нужно обладать неким кругозором. Какого возраста ваша основная аудитория? Ну, моя основная аудитория — это женщины 35+. А молодые есть? Молодые есть, и становится все больше и больше. Но, как я заметил ранее, здесь все-таки нужно обладать багажом, так как я не сторонник работать на потребу, меня очень часто спрашивают, а почему вы не делаете хиты на «Никого не хочу обидеть»? Это мое сугубо личное мнение. Допустим, там «Гречка», «Монеточка». Если честно, я даже не знаю, кто это, и не слушал творчество. Возможно, это мое упущение. Но для меня показатель, почему я работаю именно с теми композициями, скажем, те же «Белые розы», те же «Иванушки интернешнл». Потому что я понимаю, что моя целевая аудитория, женщины 35+, они знают, что сейчас перед ними звучит. И есть песни, так сложилось. Вот вы, допустим, наверняка знаете песню «Бухгалтер, милый мой бухгалтер». Слышали? Да. Вот. А вот, допустим, выходит песня «Хит», казалось бы нам, да? Песня «Грибы», да? «Между нами тает лед». Но сейчас ее уже никто не слушает. Она ушла. Вчера слышала. Ну, и, возможно, мы тоже ее где-то услышим, но, то есть, это был просто взрыв. Все делали на нее каверы. Это называется хайп. Когда мы делаем... Вот сейчас нужно это делать. Но я уверен, что пройдет еще лет 10, и вы же, допустим, вот вам сейчас по 15, представляете себе, 25 лет вы собрались на каком-то новогоднем, новогодней вечеринке, и вряд ли вы будете слушать «Между нами тает лед». Ну, вот почему-то мне так кажется. Но я уверен, что лет через, допустим, там, те же 10-15 ни один корпоратив не пройдет под какого-нибудь там, не знаю, там, «Бухгалтер, милый мой бухгалтер». Но образно. То есть, его включат обязательно, даже вы. Или те же «Белые розы». То есть, это как-то вот эти песни, они заходят. Они не то, что я их считаю эталоном и там, супер-хитами, на которых нужно вырасти и жить там, да. Нет, просто вот так вот получилось. Хиты, на мой взгляд, проверяются временем. Когда, там, не знаю, проходит какое-то время, и вы все равно слушаете того же там Магомаева, тех же бременских музыкантов. Да, вот у меня дети вот с удовольствием, сколько бы уже времени не прошло, но там «папа, папа», там «баю-баюшки, баю», там вот это «баю-баю». Да, это у меня ребенок маленький ставят или там «е-е-е-е-е», там вот и «пою» и там «место колыбельной». Это здорово. Старшие тоже приходят, да, послушать, как вы поете колыбельной? Мне нравится, что мои дети относятся к моему проекту с энтузиазмом. То есть, так как я использую очень широкую и палитру разных стилей, начиная от такого чистого классикал-кроссовер, где играют классические инструменты, скрипки, виланчели, мы делаем такую барокко, я пою наполненным звуком, оперный певец такой настоящий, заканчивая скриллексом, как бы, знаете, кто такой скриллекс? Вот, ребят, все, сейчас вот сразу после эфира послушайте скриллекс. Возможно, скриллекс уже не моден, не в моде, тем более в Омске. Может быть, он уже опередил это время. Но скриллекс – это дабстеп, такой, знаете, жесткий. И как раз вот мой старший сын где-то примерно три года назад по дороге Москва-Санкт-Петербург, мы ехали в машине, я говорю, слушай, Федор, говорю, поставь мне, что сейчас слушает. Он говорит, папа, лучше тебе не знать, что сейчас слушает. Это он говорил там про других исполнителей, известных вам. Вот, я говорю, ну хотя бы что-то. Он говорит, ну давай хотя бы скриллексы. Вот, я послушаю, и мне мгновенно родилась идея, что это обязательно нужно сделать что-то мощное и ударное. И вот этой песне скриллексом мы, я так тоже вам, обязательно сегодня приходите. Вот, этой песне, которую я сделал на мелодии и на идее скриллекса, мы будем завершать сегодняшний концерт. Я надеюсь, тряханем всю филармонию и всех пришедших на концерт. А что для вас главное в песне? Глубокий смысл? Или же, на ваш взгляд, все же лучше? Что была мелодия запоминающая и классная аранжировка? Ну, мне кажется, что вот ты сказал все главные вещи. То есть, невозможно их делить. Они в той или иной мере важны все. Вы играли во многих мюзиклах. А все-таки есть ли у вас любимый? Да, у меня есть любимый мюзикл. Собственно, это первый мюзикл, с которым я познакомился, с жанром мюзикла. В 2008 году, закончив театральную академию в Санкт-Петербурге, такая вот забавная история, которую я достаточно часто рассказываю на интервью. Ну, есть и кратко. Здесь он есть? Да, там, где я с рогами. Посмотрите. Ага, да. Сейчас я покажу даже. И вот такой вот. Дядька, очень интересный. Мюзикл «Красавица и чудовище», в котором я участвовал с 2008 года по 2010 год. И грим делался в течение примерно полутора часов изначально. Но потом мастера грима натренировались и делали уже за 45 минут весь грим. Но зато это была классная возможность поспать во время грима. У меня был очень классный стул с подголовниками. И он так откидывался в полулежащее состояние. А так как мы играли 34 спектакля в месяц, получается, по 7 спектаклей в неделю, по выходным были двойники. Единственный выходной это был понедельник. Это по системе Бродвея, компания Stage Entertainment. Ну, собственно, кайф заключался в том, что я закончил институт и попал в самый масштабный мюзикл в нашей стране. И в самую, не побоюсь этого слова, крутую фирму, которая занимается именно бродвейскими мюзиклами, с бродвейскими постановками. И у меня была возможность за два года отыграть 556 спектаклей. И в этом мюзикле я исполнял порядка шести главных ролей. За счет этого как раз даже эта компания выставила мою кандидатуру как номинация в книгу рекордов Гиннесса, что человек сыграл в одном мюзикле, в одном спектакле шесть главных ролей. Это было круто, и этот спектакль действительно поистине для меня является, наверное, главным, любимым не только среди мюзиклов, но и вообще за мою творческую театральную жизнь. А я почти 20 лет уже играю. Страшно. Вы сказали, что вы сыграли шесть ролей. Расскажите, как вам это удалось? В чем была сложность? У вас, наверное, половина лица была под одного героя, половина под другого загримирована. Понятно, козырь. Нет, сложности не было, но иногда были смешные, курьезные моменты, когда, допустим, мои персонажи, они пересекались друг с другом. Бывало, как я сказал, двойники, там, суббота, воскресенье, когда я с утра играл, допустим, чудовище, мюзик-красавица чудовище, а вечером играл Гастона, это главного злодея, который бьется с этим чудовищем. И вот сцена, где они перекликаются, у меня начинало немножко клинить. Иногда такое случалось. И вот часто рассказываю такой момент, что в один из таких дней, когда я с утра играл чудовище, а вечером Гастона в сцене драки, я перепутал, кто я еще, то есть я не понял, кто я еще, чудовище или Гастон. Ну, то есть мы как-то так схватились, и я там, если ты играешь чудовище, то я должен скинуть Гастона, а если я Гастон, то я должен упасть. И вот у меня как-то момент вот этот переклинило, и я начал в роли Гастона пытаться скинуть чудовище. Благо мне попался сильный оппонент, который сказал, что ты делаешь, а, я такой, а, опомнился, и упал. А кого больше нравилось играть? Всех. Всех одинаково? Всех. На самом деле это настолько круто и необычно, вот если актеры нас смотрят, они понимают, о чем я говорю, когда ты можешь посмотреть на один и тот же спектакль, на одну и ту же ткань как бы вот всей драматургии совершенно с разных сторон. Мне повезло, что я вот там, 556 спектаклей, это очень много. Пожалуй, некоторые артисты за всю жизнь столько не отыгрывают спектакли или отыгрывают, но за всю жизнь. Вот, а я это сделал за два года. Вот, и что позволило, как, ну, вы понимаете, после студенческое время приобрести за два года просто опыт на, там, 20-30 лет вперед. В мюзикле «Привидение» вы играли призрака и читали рэп. Сложно вам вообще было привыкнуть к этому жанру, освоить его? И если нет, то вообще есть что-то невозможное для вас? Напрашивается ответ, да, такой? Нет. Неужели вы Супермен, Дмитрий? Я сегодня просто забыл свой костюм дома. Вообще-то да. Вообще-то я Супермен. Нет, конечно, для любого артиста, для любого исполнителя, музыканта всегда интересно примерять на себя какие-то разные роли и всегда интересно погружать себя в ситуацию, как говорится, выйти из зоны комфорта. Это интересно для роста, это интересно для твоих коллег, это интересно для слушателей. Вы участвовали во многих музыкальных вокальных конкурсах. Это всегда огромный стресс, но есть ли все-таки что-то приятное в них? Когда я шел на проект «Голос», я понимал, что существует какая-то политика, существует какой-то сценарий, и я шел туда уже с ощущением того, что что будет, это уже хорошо. То есть, когда ты настраиваешься на то, что понятно, что ты не пройдешь, понятно, что ты не выиграешь, потому что уже существуют какие-то правила и рамки. Если вдруг случится чудо и тебе дадут еще второй эфир, это здорово. И я к этому так и относился, что мне говорят «Вот, вы прошли слепые прослушивания, второй эфир». Это круто. И у меня нет стресса к тому, что «А пройду ли я в третий?» Нет. То есть, я подготовил себя к тому, что возможно меня сольют сразу со слепых прослушивания. И когда ты идешь уже с таким ощущением, тебе говорят «Второй будет». Ты говоришь «Офигенно!» И все. Когда мне сказали «Ну вот второй это все». Я сказал «Ну круто, уже два». Уже два эфира по федеральному каналу. Это здорово. «Офигенно!» И вот если относиться так к конкурсам, подходить к тому, что понятно, что внутри мы все супермены и мы хотим доказать всему миру, что только мы самые крутые и мы должны победить. Это правильно. Но нужно трезво смотреть на вещи. А вот в «Голосе» вы участвовали в качестве участника, но сейчас вы сидите по другую сторону баррикад в жюри. Расскажите, это ваш первый опыт? Нет, конечно. Я давно уже принимаю участие в качестве жюри и мне очень нравится это. Больше, чем быть участником? Это абсолютно другое. Это грубо говоря что вам больше нравится готовить еду или есть ее? Ну то есть это разные вещи. Тут очевидный ответ. Смотря что. То есть это во-первых участие в качестве жюри это всегда возможность посмотреть на себя, на других и чему-то поучиться или чему-то поучить. Это всегда здорово и пожалуй я очень жду встречи с участниками надеюсь они тоже ждут встречи с членами жюри для того чтобы обменяться опытом поговорить о чем-то возможно обсудить какие-то возможны возможные совместные проекты потому что есть коллективы с которыми я прямо очень бы хотел бы поработать в дальнейшем ну или сделать хотя бы какой-то контент А приходилось ли вам выбирать между участником который очень артистичный классный симпатичный лично для вас и тем кто реально лучше поет к сожалению такие вообще моменты бывают когда когда ты душой грубо говоря отдаешь предпочтение одному коллективу одному исполнителю но понимаешь как допустим возможно даже со мной было когда Александр Борисович сказал что Дима у тебя и так все получится у тебя и так все хорошо и так все ходят на твои мюзиклы ходят тебе в театр и вообще у тебя классный проект а вот там допустим твоя коллега вот ей нужно помочь и вот дополнительные эфиры ей дадут некий толчок поддержку в развитии его творчества такое тоже бывает и я не спорю что в этом есть своя правда то есть кого-то нужно продвинуть помочь ему сказать да ты классный у тебя все получится спасибо ну а с вами были кадры и Дмитрий Янковский еще увидимся аплодисменты у тебя